Всем привет, вы на канале Science Daily. Китайская компания Galactic Energy провела третий морской пуск твердотопливной ракеты Series 1, успешно отправив на орбиту шесть спутников. Ракета Series 1 стартовала с морской платформы у побережья Хайян 29 августа. Через час после старта компания Galactic Energy подтвердила успешность запуска шести спутников дистанционного зондирования Земли для частных китайских компаний. Три из них это космические аппараты для сбора метеорологических данных, а три других спутника предназначены для получения снимков Земли с высоким разрешением с целью мониторинга окружающей среды и управления ресурсами. Миссия получила название «Как далеко я зайду» и стала 15-м полетом твердотопливной ракеты Series 1 и третьим морским пуском. Всего за 15 пусков эта ракета-носитель потерпела одну неудачу в сентябре 2023 года. Морские пуски с космодрома Хайян открывают дополнительные возможности для Китая. Мобильные морские платформы уже обеспечили возможность пуска таких твердотопливных ракет, как Long March 11, Geelong, Gravity One и Series One. Компания Galactic Energy была основана в феврале 2018 года. Помимо твердотопливных ракет, компания готовит к первому полету свою ракет-вноситель средней грузоподъемности на керосине и жидком кислороде под названием Palace One. Первый пуск этой ракеты ожидается в начале 2025 года. Предполагается, что Palace One сможет выводить до 8 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и в будущем будет иметь возвращаемую первую ступень. Galactic Energy далеко не единственная частная китайская компания, работающая над созданием своих ракет-носителей. Другие компании Landspace, Deep Blue Aerospace и Space Pioneer уже также достигли некоторого успеха в своих разработках. Например, компания Landspace осуществила первый в мире успешный пуск ракеты на метане и жидком кислороде. А компания Deep Blue Aerospace планирует осуществить первый орбитальный пуск своей многоразовой ракеты «Не было один», уже в этом году. Аплодисменты Вцеппиаме Субтитры создавал DimaTorzok